всем привет это фермеру мы продолжаем наши съемки и приехали в гости к елене в компанию которая называется катков с фарм катков с фарм лен привет добрый день здесь мы были в 2018 году и как мне показалось за последнее время это наверное были самые позитивные съемки благодаря лене лена улыбающаяся и так далее очень много позитивных ваших комментариев сподвигло нас приехать сюда снова и узнать что у лены нового за два года мы очень рады вас хозяйство молодое у нас очень молода до молодое и маленькая в восемнадцатом году вы были после этого но какой у нас самая большая победа это улучшение нашей агротехники на чем убились плюс мы еще все-таки купили те 10 гектаров про которые говорила никогда не в жизни не буду смотреть вот там мы купили да еще десять мы посадили в этом году землянику ну почти два там а вот да да экспериментируем с голубикой мы все-таки смотрим присматриваемся к ней нужно и в промышленном объеме сажать или нет я стал бабушкой поздравляет наверное самое большое достижение за последние два года лена это здорово отлично давай поговорим про во первых я увижу здесь гораздо больше строений чем мы никак не можем остановиться поскольку мы же строим все сами мы вообще ни разу не нанимали никакой рабочей силы то есть мы делаем все сами я тимур и мой муж евгений строение необходимо потому что у нас а технику некуда ставить и как всегда мы сделали еще одно строение для техники но теперь нам понадобилось еще одно место для того чтобы там жили рабочие ли мы себя комфортно чувствовали теперь нам мало для рабочих мест мы делаем еще одно место для рабочих и так далее тому подобное я так думаю мы не успокоимся и наш красный цвет будет присутствовать здесь целая деревня деревня красная да это красная локация она так и будет продолжаться кстати говоря я не нашел в яндексе локацию да вот это наверное наш косяк то есть это исправим сегодня исправить надо обязательно чтобы написать катков с фарм или как-нибудь так много здесь и есть все это в гисе все это есть два из дали как они правильно да да там все это есть а вот а вот просто так вот как бы надо поставить надо обязательно потому что вот мы сейчас кому не ехали у всех локации обязательно лена значит взяли 10 гектар там сейчас начали землянику сейчас мы еще будем осенью там посадим гектар малины еще немножечко расширимся хоть я говорю что мы не будем расширяться но мы расширимся ну совсем чуть-чуть вот и мы думаем все-таки еще про голубику думаем мы будем мы это делать на промышленное ну во-первых под землянику в любом случае нам нужен запас земли потому что подсаживать каждый года через три года она убирается соответственно по любому нам нужно по малине все также остается ремонтантные ремонтантные ничего мы так и не нашли заменить вкус мы работаем 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 надо для техникой добились как мне кажется прямо очень хороших результатов и естественно сейчас мы думаем о том что нам нужно закрываться закрытый грунт поэтому скорее всего все новые посадки которые будут мы их будем рассматривать под закрытый грунт слова закрываться в туннеле это туннели потому что делать туннели которые ну вот сейчас возможно тот же high grove например для что-то на уже действующей посадки но это наверное нелогично будет потому что ряды не соблюдены да они ровные но это на наш взгляд они ровные а когда это начнется в туннеле совсем не то там другая схема посадки поэтому скорее всего следующий наш вот гектар который мы будем осенью закладывать малину мы будем идти уже под туннель ну и соответственно землянику тоже прошлый раз было 5 гектар и сейчас плюс 10 15 то есть сейчас всего 15 и слава богу рядом 43 женя все-таки продал их а то я тоже тогда смотрели олены расскажи пожалуйста со своим скажем так молодым но уже опытом есть смысл впариваться без агронома в это дело я считаю что вообще это бесполезно то есть вот это мое мнение и опять же знаний нету даже некоторые считают что у них есть свои знания я опять же рассказываю на своем примере говорила уже в прошлом году у меня нормально было знаний для огорода для огорода когда я влезла в промышленную плантацию это ничего это вообще все конечно это все они так сравнивают а когда у меня спрашивают там урожайность малины она должна у вас быть 5 килограмм с куста и говорю ребят но я не видела арбузов которые растут на побегах на этих потому что когда вы за одним кустиком следите где тут сейчас пойму сколько у меня кустов они уже все в одну линейку да это немножко другое это совсем другое здесь естественно случаются вещи когда ты не можешь уделить чему-то внимание как у меня произошло в этом году чуть добавились эти полтора гектара меньше моего внимания получила малина до пошли какие-то неувязки которым я не была готова потому что я думала что у меня уже все схвачено я все умею я все знаю ну практически все вот конечно за всем нужно следить и без консультации опытного ягодника потому что нас очень много людей берут именно агрономов которые там занимались огурцами помидорами фруктами яблоками а потом начинают это да потом начинают разочаровываться потому что это другое даже препараты одни и те же которые действуют там от болезни или от вредителей на яблоках показывают себя так а на землянике там на клубнике на малине их вообще можно не использовать или нельзя использовать потому что лист другой и так далее я бы не рекомендовала это делать первый год вы можете все нормально получить и у вас вырастут крылья и появится корона как у меня была раньше а на второй год это корона ошибается прямо очень 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 если вы уже вложились в землю в каплю в рассаду это самые маленькие расходы которые есть рассада посадка и подготовка почвы да то вложитесь в агронома грамм обязательно а найти его большая проблема у нас но на самом деле это не не какие-то астрономические нет конечно не агроном нет но здесь ситуация такая что вы должны будете естественно вы агронома штат себе позволить не сможете потому что их настолько мало у нас стране что они могут оказывать только онлайн услуги или дистанционные или просто консультационные большая удача если согласиться агроном приехать и посетить это тоже очень хорошо несколько раз за сезон поэтому если вы сами готовы отслеживать и мониторить всю ситуацию по температуре почвы и воздуха по листьям фотографии отсылать и так далее то тогда может получиться результат все остальное будет баловство вот так вот друзья мои но это мое мнение я с тобой полностью согласен у кого-то по-другому я же помню в комментариях там говорили о том что если у нее есть агроном помните да то что это я там на своем огороде сам сажаю сам копаю сидел я тоже сама сажая копаю но шестисоточные они да они считают что они короли мира но я тоже должна своей ежевики никто там кроме меня не занимается да но одно дело 300 кустов у меня там ни о чем их а другое дело когда их там гектарами естественно уже не сможешь без дополнительной помощи там другая будет агротехника другие controle Qin о чемят немня один один так та это он いく м planting у Pepper qu ikt